В Москве прошла российская неделя общественного транспорта. Трехдневная серия деловых конференций, совмещенная с выставками «Электротранс» и «Ситибас». В числе самых любопытных экспонатов – троллейбус с автономным ходом «Адмирал», низкопольный электробус «Алкор», несколько новинок от группы «Газ», а также новая модификация «Сириуса» – электробуса от вологодской компании «ТрансАльфа». По экстерьеру мы полностью переработали машину. Сейчас маска стала более изящная, на мой взгляд. Верхняя часть машины тоже полностью переработана. Рейлинги мы поменяли. Дизайн, в общем, стал современней, скажем так. А по интерьеру полностью переработан салон. В верхней части он стеклопластиковый, негорючий. Присутствовали на выставке и производители комплектующих. В частности, Сарапульский электрогенераторный завод знакомил посетителей с новым мотором для трамвая «Витязь» и стартер-генератором для автомобилей «Аурос». В режиме стартера он работает как тяговый двигатель, разгоняя полностью всю трансмиссию и разгоняя автомобиль. И уже на определенной скорости, когда вся трансмиссия работает, движется, там включается система управления двигателем внутреннего сгорания, которая и запускает непосредственно работу ДВС. И в это время электрическая машина переходит в генераторный режим. Не обошлось без решений, повышающих безопасность на общественном транспорте. Таких, как, например, система мониторинга состояния водителя, которая уже обкатывается на маршрутных автобусах в Челябинске. На этом стенде есть наш пилот, пилотный проект – это мониторинг водителя. То есть в мониторинге водителя фиксируют курение, отвлечение внимания, возможность сон водителя, и пользование сотовым телефоном. Вопрос безопасности электромобилей тоже нынче актуален. Ведь машины на батарейках почти бесшумные, и пешеходы их не слышат. Но разработчики нашли решение. Компания Тор представила свою акустическую систему с резонатором для машины и мобильным приложением для смартфона. Можно выбрать из любых звуков, из звуков реальных автомобилей, Феррари, Мерседес Гелендваген, можно поставить звук ракеты. Наконец, найти что-то интересное для себя могли и любители двухколесной техники. На стенде Семаргл Электро красовались электромотоциклы СИ Пеннигейл и DWX 250, а также зеленый квадроцикл СИ Йети. В отличие от бензиновой техники, электрифицированная, по словам производителя, более тихая, экологичная и надежная. Продолжение следует...